Даниэлла Альварадо Что случилось, дорогая? Что случилось? Мой сын, мой сын. Что, сын? Что случилось? Дай сюда телефон. Мама. Никто не отвечает. Дорогая, успокойся, успокойся, тебе нельзя волноваться. Кто тебе звонил, детка? Возьми, дорогая, выпей воды. Это безрассудство. Возьми себя в руки, ты только что родила. Да, дорогая, тебе вредно волноваться. Что стряслось? Это была Алисия Фуэнтес. Мама Алисия и Виктория сбежали из тюрьмы. Они навредят моему ребенку, они причинят ему зло. Нет, дорогая, успокойся. Сходи за моим сыном, найди его, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Найди моего сына, найди. Кума. Иди, иди. Ради тебя я готова на все, Серхио. Зачем ты сюда пришла, Виктория? Как ты сбежала? Ты не понимаешь, что это еще больше осложняет твою ситуацию? Серхио, я тебя так люблю, ты мне нужен. Я не знала, что у полиции есть кассета, которую Рейнальдо снял в клинике. Ты убила Ивана. Это был несчастный случай. Его убила не я. Рейнальдо отключил Ивана от аппаратов. В любом случае, ты виновна. Нет. Потому что ты знала и молчала, и это делает тебя сообщницей. Нет, дорогой. Я буду тебе благодарен, если ты больше не появишься на моем пути. Ты достаточно поиграла с моей жизнью, и больше я тебе этого не позволю. Ты больше не будешь играть со мной, Виктория. Да, но ты должен помочь мне вернуться в мир. Помоги мне вернуть тебя, моего ребенка. Виктория, послушай меня внимательно. Не смей причинить вред моему сыну. Ты поняла? Ты не знаешь, на что я способен. Этот ребенок не твой сын, а наш с Марианной. Нет. Боже, какое похмелье. Как мне плохо. Привет. Как спал? Хорошо. Кажется, я живой. Дорогой, я знаю, ты на меня сердишься, потому что я не захотела пойти с тобой на дискотеку, но я не хочу, чтобы ты был таким. Энрике, обними меня, пожалуйста. Ну, дорогой, мне не нравится, когда ты такой отстраненный. Пойми, я не пошла с тобой, потому что не могла пойти. Но я не обиделась, что ты пошел. Так что мы квиты. Ради бога, Мария Тереса, дело не в этом. Энрике, пожалуйста, пожалуйста. Пойми, мне не очень нравятся места, где много народу. Шум, дым. Я уже не в том возрасте. Но я понимаю, что ты хотел пойти. Хотел побыть с друзьями. Я все понимаю. Нет, нет. Дело не в этом. Ты должна понять, Мария Тереса. Энрике, я действительно понимаю тебя. И так как я понимаю тебя, я хочу, чтобы ты поняла меня. Я уже не в том возрасте, чтобы ходить по дискотекам. Я уже прошла этот этап. Успокойся, не говори ничего. Я хочу, чтобы ты меня выслушала. Выслушала внимательно, потому что мне нужно сказать тебе нечто очень важное. Я не сдамся, пока ты не поклянешься, что мы будем жить вместе с Архио. Виктория, ради бога, откуда ты взяла, что у нас может быть совместная жизнь? Ты сошла с ума? Да, наверное, дело в том, что ты снова потерял рассудок. Я такая за тебя. Ты свел меня с ума. Нет, ты не свалишь на меня вину, Алиси и Фуэнтес. И я не буду устраивать жизнь с тобой, Виктория. Я уже несколько месяцев не видел тебя. И даже если ты выйдешь на свободу, я не буду жить с тобой по той простой причине, что в твоих руках было оружие, которое убило моего лучшего друга. Я его не убивала, ты понимаешь? Ради бога, Виктория, сеньора, вы в порядке? Простите. Простите. Хорошо, хорошо, Виктория, Фуэнтес, ты сбежала. Но, клянусь, я поймаю тебя. Больше ты не причинишь моим людям зло. Рикардо, что ты делаешь? Мы упадем. Наконец-то. Мы одни. Ты меня уронишь. А ты думала, что это ложь? Думала, это сказка, что я сделал предложение твоему отцу. Позвольте вам сказать, сеньора жена, что отныне это будет нашим домом. Ты говоришь, серьезно, Рикардо? Ну, конечно. Нашим? Нашим. Рикардо мне всегда казалось очень далекой возможность иметь что-то наше. Дорогая, нам пора нести за себя ответственность. Уважающий себя мандарини добивается поставленной цели, и первой целью было иметь свой дом. Так нам сказал священник. Рикардо мне не верится, что после всех заморочек с веселым кокосом мы дошли до этого. Это же здорово. Мой прекрасный предприниматель, ты прелесть. Я не могу поверить. Все лучшее еще впереди. Правда? Конечно, дорогая. Все изменится, потому что мы будем жить одни, как и должна жить нормальная пара. Без Франциски, без Йоли. Никто не будет нас ругать, подсматривать за нами. Мы одни, дорогая. Ты, я и наш ребенок, когда мы будем к этому готовы. Рикардо, мне страшно. Я не умею стирать, не умею готовить. Я ничего не умею делать. Дорогая, это не важно. Успокойся, моя королева. Это только начало. Оставь меня. Мой малыш, я не расстанусь с тобой ни на секунду. Ни на секунду. Здравствуйте, я пришел. В чем дело, почему у всех такие вытянутые лица? Что-то произошло, пока я был в кафе? Я должна тебе сказать что-то очень важное, Сергио. Давайте, Сергио, я это подержу, потому что моя крестница должна вам сказать что-то важное и очень серьезное. Подожди, Марьяна, что случилось? Что такое, дорогая? Я знаю, что сейчас у тебя депрессия, какая бывает у многих женщин после родов. Дело в этом, да? Сергио, дай ей сказать. Пусть она тебе все объяснит. Сергио, я уеду из страны и увезу сына. Я знаю, что ты хочешь поговорить со мной, Энрике, но завтрак уже готов. Сначала ты должен позавтракать, потому что я хочу побаловать тебя, так что сначала поешь. А потом мы поговорим. Нет, я пошутила, дорогой. Я тебя выслушаю. Если, конечно, тебе не стыдно завтракать с бабушкой. Ну, говори. Мария Тереса, пожалуйста, не говори так. Энрике, я хотел поговорить с тобой, потому что вчера на дискотеке мне было очень плохо без тебя. Я провел время не так, как хотел. Ты меня понимаешь? Да, Энрике. Но я тебе уже объяснила, что рождение ребенка Марианы и Сергио произвело на меня большое впечатление. Я вдруг почувствовала себя на 80 лет старше. Не знаю. Но мне показалось, что это не самый подходящий момент, чтобы идти на дискотеку. Иди сюда. Позавтракай со мной. Дорогая, речь идет не о тебе. Речь обо мне, понимаешь? Я вдруг почувствовал себя инфантильным. Как будто я еще недостаточно взрослый. Причем до такой степени, что пока я был с ребятами на дискотеке... Короче говоря, Мария Тереса, я едва... Нет, 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 Энрике. Прости меня, дорогой. Пожалуйста, пожалуйста. Я меньше всего хочу, чтобы ты чувствовал себя инфантильным. Понимаешь? Упаси Боже. Более того, я весь вечер скучала по тебе. Думала о тебе. Как сумасшедшая. Прости, я не хочу, чтобы на тебе отразился мой комплекс бабушки. Прости меня. Нет, я не могу сказать Мариате Адамарис. Она этого не заслуживает. Кроме того, этого больше не повторится. Мариана, пожалуйста, я прошу тебя. Давай подумаем спокойно. Я поговорю с полицией, чтобы к тебе приставили охрану. Ты не можешь взять и уехать. Какой малыш. Дорогая, я унесу ребенка. Мы будем здесь, а вы пока поговорите. Все, дорогой, все, все, все. Только, пожалуйста, вы поговорите спокойно. Услышьте друг друга. Не ссорьтесь, сейчас не тот момент. Поддержи ее. Спокойно. Мы здесь, дорогая, мы никуда не уходим. Сэрхио, мы не можем быть такими эгоистами. Алисия Фуэнтес и Виктория на свободе. И они способны сделать моему сыну все, что угодно. Я предпочитаю оставить тебя, оставить семью, оставить дом, оставить страну. Но не жить в постоянной тревоге и тоске. Мариана, пожалуйста, ты не можешь уехать из страны. Пойми, есть порядок. Сначала ребенка нужно зарегистрировать. Кроме того, сейчас его нельзя куда-то везти. Он очень маленький. К тому же его не отпустят. Беспредел. Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Сэрхио, не хочу. Обещаю, с ним ничего не случится. Послушай меня. Я сделаю все, чтобы ты чувствовала себя защищенной. Но, пожалуйста, не уезжай. Сэрхио, пожалуйста, так будет лучше. Я предпочитаю уехать, потому что эта женщина способна на все. Она способна причинить зло моему сыну. Пожалуйста, я умоляю тебя. Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Я предпочитаю уехать. Но пойми же ты, наконец. Мариана, дорогая, Сэрхио прав. Нужно получить все нужные документы. И давай не будем умирать от страха. Нужно успокоиться. Мы должны успокоиться. Дочка. Да, Мариана, и знаешь что, мы все оформим, окрестим ребеночка. Ты не волнуйся, мы тебя защитим. Я знаю, Сэрхио тоже постарается. Правда, Сэрхио. Вы можете позвонить в полицию, чтобы к ней приставили охрану. Боже, ну почему все это происходит? Ты встречала Сэрхио. Ты снова унижалась перед ним. Да, я пошла к нему. Мне нужно было увидеть его, поговорить с ним, Себастьян. Я умоляла его. Принцесса, я тебе кое-что скажу. Я способен на все. На все. Нет, не на все. Но на многое. Я готов взять все твои проблемы и взвалить их на свой хребет. Подняться на Эверест, если тебе захочется. Но я не готов выбросить на помойку свою карьеру, понимаешь? Если ты хочешь утонуть, да не одна, не тащи с собой других. Только потом не жалуйся, что в твоей жизни не было человека, который протянул тебе руку. Нет, ну пожалуйста, прости меня. Прости, Себастьян. Пожалуйста, Себастьян, пойми меня тоже. Пойми, пожалуйста, мне плохо. Я в замешательстве. Себастьян, ты мне нужен. Нужен. Помоги мне, пожалуйста. Не оставляй меня одну. Прости меня. Хорошо, хорошо, хорошо. А теперь послушай меня, принцесса. Да. Мы должны все сделать по-моему, понимаешь? Ты понимаешь, как я рискую? Что я ставлю на карту? Мой жетон, мою профессию. Все. Мой жетон, годы службы в полиции. Пожалуйста, Виктория, не заставляй меня думать, что я делаю все это напрасно. Прости меня, Себастьян. Ты прав. Мы сделаем все, как ты скажешь, но обещаю, что ты не уйдешь. Но, пожалуйста, не уходи, Себастьян. Прошу тебя, останься со мной. Нет, принцесса, я тебя не оставлю. Я тебя не оставлю. Но у меня к тебе просьба. Ты должна избавиться от этой зависимости, от Серхио. Оставь его в покое. Позволь ему быть счастливым. Оставь его в покое. Забудь о нем. Забудь о его семье. Забудь об Алисе, особенно об Алисе, потому что ее ждет долгий срок в тюрьме. Выкарабкайся из этой истории, принцесса. Выберись из нее, пока еще не поздно. Послушай меня. Да. Беги от нее. Спасибо. Ну и хорошо. И, пожалуйста, никуда не уходи. Да. Обещай, ты никуда не пойдешь. Да. У меня дела, я не могу остаться, чтобы тебя защитить. Я обещаю. Ты уверена, Марианна? Комната Серхио полностью готова. Она обставлена так, чтобы ты чувствовала себя удобно. Да, Марианна, в моей комнате тебе будет хорошо. Нет, Серхио, я не хочу быть в комнате, которую ты делил с Викторией. Спать на кровати, на которой ты спал с ней. Осторожно, не заводись. Нет, нет, все хорошо, Инесс. Я думаю, Марианна права. Я об этом не подумала. Мне будет хорошо здесь. Прекрасная комната для меня и для ребенка. Если тебе здесь удобно, никакой проблемы. Можешь остаться в этой комнате. А ты, Инесс, можешь занять комнату для гостей. Я? Конечно. Нет, это конец света. Я живу в таком особняке. А что вы будете делать с вещами, которые привезут, если я останусь здесь? Спокойно. Марианне и ребенку будет хорошо со мной. Имей в виду, я здесь остаюсь только ради безопасности сына. Марианна, тебе будет хорошо здесь. Я буду защищать тебя и ребенка. Я не позволю, чтобы с вами случилось что-то плохое. Клянусь, я скорее умру. Как я могу начать новую жизнь, Себастьян? Я никогда не дышала другим воздухом. Только этим. Виктория, открой. Я знаю, что ты там. Виктория. Алисия. Виктория. Ты сошла с ума? Я знала, что ты сбежала. Но что ты здесь делаешь? Как ты узнала, что я в этом отеле? Как? Дорогая, ты знаешь, что это очень легко. У меня много контактов в полиции. Все так, как я и предчувствовала. У тебя и этого полицейского, Себастьяна. Не вмешивайся в это. Я тебе запрещаю, Алисия. Дорогая, как я могу не вмешиваться, если ты моя куколка? Ты моя дочь. Ты такая, какая ты есть. Благодаря мне, Виктория. Сейчас мы должны быть вместе, как никогда, потому что нас хотят уничтожить. Смотри. Смотри. Прекрасный момент и прекрасное место для нашей мести. Ты совсем сошла с ума? Ты собираешься пойти на открытие отеля компании? Да. И ты поможешь мне подложить бомбу. Мария Тереса, большое тебе спасибо. Мы будем чувствовать себя удобно в любой комнате, которую ты нам выделишь. Ну, еще бы, такое домище. Эта комната больше гостиной в моем доме. Мам, прекрати. Инесс, пойдем со мной. Я помогу вам устроиться в вашей комнате. Пойдемте. Не знаю, дорогая, мне бы хотелось остаться с тобой. Я бы чувствовала себя удобнее, конечно. Эту комнату я буду делить только с Марианной и с сыном. Это означает, что вы на пути примирения? Мы занимаемся этим, мама. Я хочу быть здесь, когда Карлос Алекандро будет просыпаться. Когда он заплачет. Я хочу быть здесь, с ним, каждую секунду. Я и так пропустил три месяца, когда они оставили меня одного. На самом деле, Серхио отец Карлоса Алекандро, и это его право. Покажите, где ваши чемоданы, сеньора Энесса? Я отнесу их в вашу комнату. Мои те, которые там. Ну, что я могу сказать? Я бы предпочла остаться здесь. Но раз ничего нельзя сделать, ладно, хорошо, я согласна. Мам, мы в одном доме. Ну, что в этом плохого? Я думаю, нам лучше уйти и оставить этих голубков одних. Только ведите себя хорошо. Будь осторожна, дочка. Подожди хотя бы немного, прежде чем заводить второго ребенка. Мама, уважай меня. Я буду развлекаться в бассейне. Иди, иди, а то ты заговариваешься. Это правда? Что с тобой? Я знаю, что это прозвучит пошло, но, наконец-то, мы одни. Серхио, ты что, ребенок? И что такого, Марианна, он должен знать, что ничто не может разрушить любовь его папы и мамы. Я хочу, чтобы на открытии пятизвездочного отеля от него остались одни камни. Ты сумасшедшая. Это же мой проект. Нет. Это моя месть, Игнасио Мартинесу. Потому что он бросил мне в лицо результаты теста на ДНК. До каких пор ты будешь продолжать эту борьбу, Алисия? Ни ты, ни он, ни Мартинеса. Остановись, наконец. Но он по-прежнему появляется в прессе с фамилией, которая ему не принадлежит. Она и не твоя. Он по-прежнему остается Мартинесом, наслаждается жизнью, умеет успех. И более того, он считает, считает, что спас компанию. Представляешь? Я не буду помогать тебе в этом, Алисия. Нет. Нет. Конечно, да, дорогая. Конечно, да, куколка моя. Виктория, ты должна мне помочь. Послушай, слабость Игнасио, ты попросишь его помочь тебе. Скажешь, что тебе нужна его поддержка. Потому что ты решила сдаться, Виктория. Ты должна послужить приманкой. Нет, Алисия. Я не буду твоей сообщницей в этом преступлении. Ты поняла? Я тебе не помогу. Никогда. Три дня спустя. Да, Алисандро, я как раз работаю над этим. Как только он будет готов, я тебе его пришлю. Да. Пока. Наверное, Мария Тереса. Добрый день, мальчик. Как ты, дорогой? Я принесла тебе завтрак, потому что, уверена, ты еще не ел. Горячий рог галики из булочной. Да, Марис, ну в чем дело? Ты сошла с ума? Зачем ты сюда пришла? Ты не знаешь, что Мария Тереса может прийти в любой момент. Я не хочу, чтобы она застала тебя здесь, а потом я работаю. Я очень занят. Почему ты такой неблагодарный? В чем моя вина, если ты так хорошо целуешься? Ну, подожди. У меня со вчерашнего дня большое желание заняться с тобой любовью. Да, Марис, прости, прости. Мне бы не хотелось это говорить, но, пожалуйста, уйди, прошу тебя. Почему, дорогой? Я прошу тебя, ты осложняешь. Здравствуйте. Очень хорошо, значит, мы на вас рассчитываем. Большое спасибо. Готово, дорогой. Подтверждено присутствие на открытии акционеров и прессы. Хорошо. Потому что я устал от интернета, от писем, от встреч. И хотя этот отель означает возрождение компании, но проект вызывает у меня очень плохие воспоминания. Иди сюда, дорогой. Иди сюда, Ночи. Сейчас не время для грусти. Сейчас нужно думать о хорошем. Ты должен обещать, что будешь веселым и счастливым. Глупый, да? Да. Глупый. Я буду делать упражнения и буду думать о хорошем. Все то, что дала мне жизнь. По крайней мере, у меня есть внук, есть дети. И также мне нужно приготовиться, потому что на банкете я сделаю некое объявление. Объявление? Да. И что за объявление? Я не могу тебе сказать, потому что ты сплетница. Игнас, это ты должен мне сказать. Я тоже должна подготовиться. Ты меня убедила, только никому не говори. Илья Магила. Хорошо, мой фараон. На открытии отеля я объявлю, что ты станешь моей женой. Что? Что? Постой, иначе. Нет, 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 нет. Ты объявишь, что мы поженимся? Поженимся. Да. Не могу поверить, Мария Тереса, ты не знала, что я работаю с Энрике и Альхандро? Представь себе, я не знала. Все началось с поручения мандарине. Со временем это стало моим официальным местом работы. Конечно, и поэтому ты появилась здесь с завтраком. Дело в том, что мы... Дело в том, что мы... Дело в том, что у Энрике много работы, и ты должна это знать. Я пришла помочь ему напечатать материалы на компьютере, чтобы он быстрее закончил эту работу. Правда, Энрике? Хочешь рогалик? Нет, спасибо. Я не люблю рогалики. Лучше я пойду. Я вижу, что у вас очень много работы, и я не хочу вам мешать. Нет, нет, Мария Тереса, не уходи, дорогая. Прошу тебя. Потом поговорим, Энрике. Чего ты хочешь, Доморис? Разрушить мои отношения с Марией Тересой? Я тебе скажу, у тебя ничего не получится. Ты поняла? Ничего не получится. Посмотри на мужчину. Посмотри, как он у тебя смотрит. Он прелесть, Мариана. Ты знаешь, кто здесь? Твоя кузина Лусия. Какой он красивый. И она очень-очень скоро станет твоей крестной. Очень. Мариана, а почему ты так торопишься окрестить его? Да нет, просто так. Только что принесли эту коробку из цветочного магазина, да? Визитки не было, но я думаю, это прислал Серхио. Да, Серхио всегда такое романтично. Открою. Постой-ка. Что это? Что случилось? Что это, Мариана? Что? Смотрится аппетитно. Да. Не принеси только кофе. Завтра открытие отеля компании Мартинес. Придется разработать специальный план по охране. Потому что я думаю, что Алисия Фуэнтес попробует что-то предпринять. Как хорошо, что этот проект был реализован. Я столько работала над ним. Да, столько сил было потрачено. А у тебя отличный мобильник. Да. Здесь есть все. Да, да. Да, он очень хороший. Оставь мобильник. Оставь его, Себастьян. Ты сил есть, а сам то читаешь газету, то играешь с мобильником. Не нужно так. Хорошо? Это ужасно. Ешь. Знаешь, в чем дело? Мне нравятся такие аппараты. Их технология. Это очень интересно. Мне кажется, что скоро придумают мобильник, который будет сам с тобой разговаривать. Чтобы не было скучно, когда ты остаешься один. Да. Послушай. Алисия с тобой не связывалась? Нет. Она тебе не звонила? Нет. Да и как она позвонит, если не знает этот номер? А может, ты ей звонила? Зачем? Зачем мне связываться с ней? Что с тобой, Себастьян? Нет, нет, ничего. Просто спросил. Знаешь, это профессиональная привычка. Хочешь джем? Да, оставь здесь. Хорошо. Хороший. Хороший. Я без ума от таких аппаратов. Они не дадут соврать. Нужно всего лишь нажать на кнопку меню, потом нажать на кнопку три, и можно увидеть все звонки. и узнать, кто тебе звонил. Знаешь что, Себастьян, если мы собираемся быть вместе, я прошу тебя об уважении. Раз я говорю, что не говорила с Алисией, значит, я с ней не говорила. Я три дня не выхожу из этого номера. Да, я не вижу солнца. И разве это недостаточное доказательство моей верности? Надеюсь на это, принцесса. Я на это надеюсь. Я не хочу думать, что тебя будут заботить проблемы Алисии. И потом, не заставляй меня считать, что я ошибся с тобой. Мариана, кто мог сделать нечто подобное? Юлия, убери их, пожалуйста. Мариана, это ненормально. И потом, что за спешка окрестить ребенка? Зачем? Прости, София, я не хотела тебе говорить, потому что ты беременна. Но я знаю, что эти цветы прислала Алисия Фуэнтес. Алисия? Да. Я получала звонки с угрозами. А теперь знаю, что эти цветы прислала она. Я знаю. Погоди, я не понимаю. Разве Алисия не в тюрьме? Дело в том, что Алисия и Виктория сбежали из тюрьмы во время бунта. Они этим воспользовались. Поэтому я и тороплюсь с Кристинами. Мы с Серхио уже поговорили с врачом по поводу прививок, всего остального. Прости, София, я обещаю, что когда ты будешь рожать, я обязательно буду с тобой. Но пока я решила уехать из страны. Что ты здесь делаешь? Ты окончательно сошла с ума. Ты представляешь, если бы вместо меня пришел Себастьян? Что с тобой? Ты не понимаешь степень своего безрассудства? Ну все, все, дорогая, не заводись. Не беспокойся, твой рыбакоп, скорее всего, очень занят, обеспечивая безопасность открытия нового отеля. Зачем ты сюда пришла? Дорогая, я отдыхаю на этой кровати. Что ты хочешь, Алисия? Зачем ты сюда пришла? Хочу удостовериться, что ты выполнишь работу, которую я тебе поручила. Минуту. Иди-ка сюда. Что за конверт ты там прячешь? Что ты прячешь? Это тебя не касается. Нет, дорогая. Если человек прячет за спиной конверт, значит, он что-то скрывает. Я тебе уже сказала, что это не твоя проблема, что тебя это не касается. Так что говори, зачем ты пришла? Знаешь что, дура, я хочу узнать. У меня есть желание узнать, что в этом конверте. И когда я увижу, что в нем, я сама решу, касается меня это или не касается. Я уже сказала, что не дам его тебе. Не прикасайся ко мне. Те. Я пришел, как только ты позвонила. Что случилось? Я не знаю, Сэрхио. Мне плохо, страшно. Не знаю, почему. От одиночества или потому что я ничего не делаю. А может, я боюсь, что я не смогу быть хорошей матерью моему сыну. Или потому что знаю, что Алисия и Виктория на свободе. Мне страшно, Сэрхио, мне страшно. Не оставляй меня одну, пожалуйста, останься со мной. Дорогая, я бы очень этого хотел, но не могу. Почему не можешь? Почему? Дело в том, что мы готовим важное мероприятие. Я работаю с папой, с Едирой. Папа такой счастливый. И знаешь что? Что? Завтра он публично объявит о своей свадьбе. Правда? Наконец-то. Ну и как? Ты скажешь своей маме? Естественно. Мама будет очень довольна. Хорошо. А теперь? Не уходи, Сэрхио. Пожалуйста, не оставляй нас одних. Дорогая, мне нужно идти в компанию, меня ждут. И потом ты знаешь, что мне бы хотелось остаться. Когда ты становишься такой, мне хочется покрывать тебя поцелуями. Значит, ни одного поцелуя, как когда мы были женихом и невестой, и я вторглась в твою жизнь. Хорошо, если ты так меня просишь. Немедленно, Виктория, дай мне конверт, который ты прячешь. Дай сюда. Что с тобой? Ты что, считаешь меня дурой? Что ты скрываешь? Ничего, Алисия. Я тебе сказала, что ничего. Я сказала, дай конверт. Нет. Дай сюда. Что с тобой? Это уж слишком. Дай мне конверт. Не беспокойся, я прочту, а потом верну. Не смей вмешиваться в это, Алисия. Клянусь, я тебе не прощу, если ты снова причинишь мне зло. Поздравляю, дорогая. Какая упорная, какая настойчивая. Поздравляю, девочка моя. Я же тебе говорила, кто ищет, тот всегда находит. И, как говорится, третья попытка самая успешная. В добрый час, дорогая, в добрый час. Ты родишь ребенка. Виктория? Какая прелесть, Марианна. Я тебя поздравляю. Спокойно. Я не причиню твоему ребенку зло. Я буду тебе благодарна, если ты отойдешь. Я не хочу, чтобы ты что-то сделала ребенку. Не хочу, чтобы ты смотрела на него и прикасалась к нему. Я ничего этого не хочу. Спокойно. Я тебя понимаю, Марианна. Я знаю, что мать способна на все ради своего ребенка. Поэтому я пришла. Я хочу снять повязку с твоих глаз. Вот, держи. Что это? Доказательство, что все это время Серхио защищал меня. Занимался со мной любовью. Что он не смог забыть меня. Потому что страсть и секс между нами сильнее всего остального, Марианна. Знаешь, Виктория, мне жаль тебя. Я не верю ни одному твоему слову. Я знаю, поэтому принесла эту бумагу. Это доказательство, что я по-прежнему сплю с Серхио. И я делаю это, потому что знаю, что ему не хватит мужества сказать тебе. Меня не волнует, что он со мной только из-за секса. Меня это не волнует. И знаешь, почему, Марианна? Потому что я добилась, чего так хотела. Я снова забеременела. У меня будет ребенок от Серхио. Когда будет перерезана лента и гости пресса войдут в салон, я хочу, чтобы в нем все было готово. Растяжка со славами добро пожаловать, бокалы с вином, закуски, короче, все, о чем мы уже говорили. И, пожалуйста, без ошибок. Я не хочу, чтобы были жалобы. Я вас очень прошу, чтобы все было на высшем уровне. Хорошо? Хороший подарок. Забирайте его, забирайте, установите бомбу там, где микрофоны. Слышите? Вон там. Возле них соберутся все. Хорошо. Шеф, когда она взорвется, от него не останется даже воспоминания. Вы должны установить ее так, чтобы никто не обнаружил. Идите и возвращайтесь. У нас много дел. Идите. Хорошо, пошли. На этот раз, братик, все получат путевку в ад. А тебя, предательница, ждет отдельный билет с моей подписью и моей ненавистью. Вот увидишь. Посмотри сама и предупреждаю. Это не фальшивка. Ты хочешь, чтобы я отвлеклась, читая это, а ты унесешь моего ребенка? Ты этого хочешь? Нет уж. Тебе его не унести. Зачем мне это делать, Марьяна? На моем теле остался шрам от выстрела, который я получила, спасая жизнь ребенка, которого ты сейчас держишь на руках. Или ты уже забыла об этом? Чего ты хочешь, Виктория? Сказать тебе правду, детка. Раскрой глаза и исчезни из моей жизни и жизни Серхио. Ты не понимаешь, что все это время Серхио заставлял всех верить, что он ничего обо мне не знает, потому что он меня защищает. На самом деле, мы с ним, Марьяна, виделись каждый день, и он выполнял супружеские обязанности. И, кстати, очень хорошо. Я довольна. Вот, посмотри, это доказательство. Ты знаешь что? Прочитай. Это ложь, Виктория. Это ложь. Какая же ты упрямая. Серхио не может быть таким фальшивым. Не могу поверить, что ты такая глупая. Ты не понимаешь, какие еще доказательства тебе нужны? Какие? Ну, хорошо. В тот день, когда ты родила, вернее, на следующий день, я была в клинике, говорила с ним, когда он спустился в кафе. Об этом он тебе сказал? Тоже не сказал. И знаешь что? Мне бы хотел сказать, что все это ложь, Марианна. Но я не могу. Ты должна, наконец, понять реальность и исчезнуть из нашей жизни. Дай нам жить спокойно, мне, Серхио, нашему ребенку. Вот доказательство. Пожалуйста, прочти его и убедись. Читай, читай. Видишь слово? Положительный. Я знаю, что она меня обманывает, Мерли, она меня обманывает. Но когда я увидела Викторию, мне захотелось одного. Исчезнуть. Уйти оттуда. Пойти туда, где меня защитит Макс, подальше от него, от Виктории, от Алиси, от всех этих людей. Марианна, успокойся. Я была уверена, что она тебя найдет. Когда я услышала по телевизору репортаж о их побеге из тюрьмы, я не сомневалась в этом. Но сказать, что Серхио защищает, что она ждет от него ребенка, это уж слишком, Марианна. Да я знаю. Знаю, нет, нет. Я не знаю, Мерли, я не знаю. Я хочу держать сына подальше от этого безумия, подальше от одержимости Виктории к Серхио, понимаешь? Понимаю. Не стану отрицать, в определенный момент я усомнилась в Серхио и обвинила его в смерти брата, но потом узнала, что в этом виновата только Алиси. Мне трудно думать, что Серхио остается с Викторией. Для этого нужно быть сумасшедшим. Я не знаю. И, честно говоря, мне это неинтересно, Мерли. Я хочу покоя и безопасности для моего сына, поэтому я пришла сюда. Я не могу пойти домой, потому что Алиси или Виктория будут искать меня в первую очередь там. Не могу пойти к папе, потому что не хочу ухудшать состояние Софии, не хочу вредить ее беременности. Нет, Марианна, прошу тебя, во имя любви твоего брата ко мне, позволь мне остаться здесь, пожалуйста. Ради Бога, Марианна, конечно. Но все, мой маленький, все, мой мальчик. Вы проделали отличную работу, ребята, поздравляю. Я попросила вас прийти, чтобы уточнить последние детали и дать очень приятное поручение, которое вы выполните от моего имени. Это очень заманчиво. Это не та роскошная кукла, которая распоряжалась в отеле. Она самая, она самая. Я хочу, чтобы вы оказали ей особую услугу, понимаете? То есть это и есть приятное поручение? Вы умные люди, отнюдь не глупцы. Вы знаете, что нужно делать, да? Спокойно, шеф. Эта телка уже приговорена. Вот именно, именно. Я хочу, чтобы вы ее так обработали, чтобы она никогда нас не забыла. Я думаю, все готово. Правда? Все готово? Наче. Я знала, что что-то оставила. Санта-Барбару. Какой страх. Наче, серьезно. Я хотела бы, чтобы она была здесь, потому что хочу, чтобы она нас защищала. Ты предупредила, что мы останемся на два дня? Да, шеф, я предупредила, что мы останемся на два дня. Это здорово, мой генерал, потому что мы сможем побыть одни. Правда? Благодарю вас. Вы очень хороший офицер. Вы даже привели мне женщину, на которой я хочу жениться. Наче, ты не против, если мы кое-что вспомним? А что именно? Ты забыл? Что? Что? Кое-что. Нет, нет. Мне нужно пойти посмотреть, все ли в порядке. Вдруг мы что-то упустили, а потом вспомним. Это кое-что. Нет, мой генерал, с этого момента вы похищены, потому что я хочу приласкать вас, покрыть поцелуями, так что вы никуда не пойдете. никуда. Наче, Наче, дорогой, на открытии ты объявишь, что я стану твоей женой, я могу подумать о ребенке. Дорогой. Да. Пожалуйста, позволь мне вытащить спираль. Что? Позволь подарить тебе ребенка, Наче. Ты сошла с ума. Мерли, пожалуйста, позови Марианну, я хочу поговорить с ней. Во-первых, я тебе позвонила не для того, чтобы ты примчался сюда как безумный, и во-вторых, я считаю, тебе нужно подождать, потому что Марианна плохо себя чувствует. Я уже пришла, Мерли. Марианна, ну что я могу тебе сказать? Думаю, вам лучше поговорить, расставить все точки на «Д». Я оставлю вас одних, чтобы вы поговорили. Я пойду. Марианна, мама мне сказала, почему ты ушла. Я считаю безумием, что ты даже не дождалась меня, что приняла такое радикальное решение. Марианна. после того, через что мы прошли, ты будешь верить Виктории? Подумай хорошенько. Виктория показала мне результаты анализов, где говорится, что она беременна. И по ее словам, ты, отец. Ради бога, Марианна, это ложь. Ты не можешь верить Виктории, ты не можешь ей верить. Серхио, прежде чем думать о тебе, прежде чем рисковать ради тебя, я должна думать о сыне. на русский язык фильм озвучен по заказу ТНТ в 2006 году. Редактор субтитров А.Семкин